Всем привет! Меня зовут Влада, и я китаист, или синолог, или ластыковед, можно называть все это по-разному, в зависимости от того, как вам больше нравится, в принципе, то есть разницы никакой. И сегодня я вам расскажу про секретную письменную женщину в Китае, и на самом деле начать лекцию можно с того, что это такой небольшой кликбейт, и секретной она никогда не была, просто мужчины никогда не интересовались ей, поэтому, в принципе, все закончилось тем, что на ней говорили только женщины. Ну, далее я расскажу, почему вообще так получилось и откуда она произошла, но вот эта секретность, это не какой-то тайный язык женщин-шпионов, а это просто мужчины как всегда такие, ну, окей, ну, изобрели женщины язык, ну и пофиг, зачем нам его знать, в принципе-то. Так, как теперь это работает? А, отлично. Ньюишу, то есть, на самом деле, русская транскрипция, она не передает толк, это звучит по-китайски, потому что по ладе он немного по-другому пишется, чем это звучит, но, в принципе, я, наверное, буду говорить это все в русской транскрипции, чтобы это было просто легче и понятнее. То есть, ньюишу, это дословно переводится как женский язык или женская книга, да, потому что иероглиф шу, он может переводиться по-разному в зависимости от контекста. Вот, и, в принципе, на этой картинке можно увидеть, как отличается ньюишу от китайского языка, то есть, слева мы видим китайский язык, а справа мы видим ньюишу. Собственно, ньюишу, он появился в уезде Дзяньюн в провинции Хунань, то есть, можно на карте увидеть, что вот эта провинция, я не знаю, как показать, но вот эта вот провинция Хунань, ай-яй-яй, вот это, он не работает, но ладно, вот, это провинция Хунань, а это, собственно, вот этот уезд, а Пекин, он находится выше, где-то вот там вот, вот, собственно, вот Шанхай, да. Таким образом, можно сказать, что она появилась где-то в южной территории Китая, и на самом деле очень много вопросов, почему появилась ньюишу, как появилась ньюишу, с чем вообще связывают это появление, но одна из самых таких, с чего бы я хотела начать, красивых легенд, даже не легенд, а традиций, которая связана с этим шрифтом и связана с его активным распространением, как конкретно на этой территории, это прежде всего традиция клятвенных сёстр или Диабай, или Лао Тон, или Сингхо, то есть, грубо говоря, это своеобразные договоры, клятвы, которые проносились с девочками в раннем возрасте и которые впоследствии для переписки, для коммуникации между собой использовали конкретно вот этот шрифт ньюишу. И этот шрифт, он передавался от, именно по женской линии, от матери к дочери, от бабушки к внучке, и мужчины в передаче языка, в использовании языка никак не участвовали. Почему вообще у женщин появилась необходимость использования этой письменности, в принципе, в чем необходимость появления данного языка, поскольку очень большое количество населения Китая было неграмотным и образование стоило очень дорого. Естественно, если в семье были девочки и мальчики, то на то, чтобы потратить деньги на образование девочки, никто даже не задумывался. И все деньги на образование шли только для мужчин. И таким образом женщины, грубо говоря, не имели доступа к грамотности. И к вот этому традиционному китайскому письму, которое даже очень часто называется наньшу, мужское письмо. И таким образом женщины, поскольку им нужно было как-то выражать свои мысли, свои чувства, свои какие-то переживания, и как-то с этим делиться, они стали использовать нишу. Соответственно, вот можно увидеть разницу вот этих клятвенных сестер. Диабай во многих источниках используются именно эти иероглифы. Это такое стандартизированное название для клятвенных сестер. Но в очень многих книгах и источниках еще используются лаутхунг. То есть это дословно один и тот же. То есть это клятвенные сестры, которые чаще всего такие договора заключались между девочками в очень ранние годы, когда им там было 5-7 лет. И впоследствии они сохранялись эти отношения на всю жизнь. Эти отношения, в отличие от брака, считались намного более крепкими. Потому что в отличие от брака между мужчиной и женщиной, который был по договоренности между родителями, и женщина в этом вообще не принимала никакого участия чаще всего, клятвенные сестры это был вопрос выбора. То есть это был вопрос приятия и выбора между девочками. И поэтому на самом деле это была очень важной традицией. И чем больше было вот этих диабай или лаутхунг у девочки, тем более, можно сказать, она была статусной. Если она не могла заключить эти отношения ни с какой другой девочкой, то это являлось такой достаточно, ну скажем, такой стыдобой для нее и для ее семьи, что она никак не смогла заключить вот эти вот отношения клятвенных сестер. И в этой области это было очень важно. Это конкретно традиция вот этого уезда и этой области. И она несет огромную культурную значимость. А сингхо это клятвенные сестры между девочками из разных деревень, но при этом девочка не могла иметь больше одной сингхо. То есть это было, скажем, таким ограничением. Ну, грубо говоря, она… У каждой девочки только одна сингхо. Да, ну потому что это просто вот в источниках, которые я встречала по данному вопросу, которые я читала, указано следовательно как раз вот это вот, то что она могла иметь несколько диабай отношений, но при этом сингхо отношений не могли бы только одни. И очень большое количество версий происхождения, поскольку в данный момент нишу, он считается почти что вымершим языком и нет активных носителей языка, и его сейчас пытаются возродить, потому что это довольно уникальное явление, и это единственный в мире язык, на котором говорил только один пол. И поэтому исследователи сейчас активно стараются его возродить, но по многим причинам, я их перечислю чуть позже, он, скажем так, вымер. И версии происхождения довольно спорные, поскольку очень мало сохранилось оригиналов письменности. А чем меньше у нас есть на руках оригиналов письменности, тем, скажем так, сложнее нам понять, как появился язык и откуда он появился. Одна из версий происхождения, то, что он появился от вышивки, поскольку сама форма иероглифов, она очень сильно похожа на вышивку, и очень часто эти иероглифы именно вышивались. Они не писались от руки, они вышивались на веерах, на одежде и передавались таким образом. Поэтому вот эта версия, она, хотя и не является сейчас основной, но она, на мой взгляд, имеет место на жизнь. Вторая версия, то, что язык произошел от языка народности Яо, который, это, скажем так, китайское меньшинство, которое проживало на данной территории. И оно, по данной версии, этот язык был именно, скажем так, основан на языке народности Яо. Также Сия Джимин, он читает, что нишу произошли от гадательных костей Дзя Гуэнь, хотя это единственный источник, которым нашла данную информацию. И поэтому для меня он, мне кажется, довольно достоверным, потому что китайцы, они в своем манере, они все связывали с Дзя Гуэнь. Когда я изучала рекламу, они тоже ее связывали с Дзя Гуэнь. Это просто такой идеальный образец того, чем можно все сравнивать. Но на самом деле основная версия, то, что это произошло от китайских иероглифов, то, что нишу, скажем так, создали те женщины, которые были ограниченно грамотными, которые были из богатых семей, и которые имели вот этот доступ к грамотности, и которые на базе именно китайских иероглифов создали нишу. А, собственно, сейчас расскажу немного о письменности, чем это отличается от китайского, потому что это очень важно. Многие люди, которые смотрят на все иероглифы, они говорят, ну, чем они отличаются. Собственно, чем они отличаются. Во-первых, нишу — это слоговая письменность, то есть это не как китайская идеографическая. То есть записываются слоги. И, кроме того, в отличие от китайского языка, да, когда мы говорим о стоговой письменности, где в Китае разные иероглифы могут звучать одинаково, то в нишу амонимичные слоги не записываются одинаковыми символами. И это очень важно, потому что для женщин, которые, опять же, не имели доступа к грамотности, важно понимать, что написано, чтобы они могли прочитать, что написано. Естественно, они видят слог, они его читают. Кроме того, это основано на местном диалекте ту-хуа, то есть это очень похоже на диалект ту-хуа по звучанию. И таким образом, опять же, секретность этого языка, она разрушается, поскольку диалектом ту-хуа владели и женщины, и мужчины. И поэтому мужчины, они, в принципе, понимали, что говорят женщины, но они не могли прочитать, поскольку они никогда не интересовались. И поэтому, на самом деле, все вот эти тайны, которым окутан нишу, они в большинстве своем очень такие кликбейтные. Но в то же время язык, на самом деле, уникальный, его важно сохранить и передавать дальше. Существует четыре вида чертва иероглифа. Это точки, горизонтали, косы и дуги. И, опять же, как китайский, почему, опять же, его происхождение связывают с китайским, он записывается сверху вниз, справа налево. То есть вы читаете вот так вот. То есть сначала вы читаете первый столбец сверху вниз, потом переходите на следующий столбец сверху вниз и так далее, и так далее. Так же, как и древний китайский, он записывался именно таким образом. Но впоследствии, насколько мне, опять же, известно, как только китайский перестал читаться справа налево, сверху вниз, то нюшу тоже перестал так читаться. Также в отличие от китайского языка, то есть чем они отличаются, это очень легко понять. Если вы посмотрите на форму, вот есть иероглифы китайские, это которые в правых столбцах. Есть нюшу, они в левых столбцах. И нюшу они напоминают по форме ромб такой. А иероглифы китайские, конечно, вписывают в квадрат. То есть даже если вы посмотрите прописи, по которым маленькие китайчата изучают язык, они всегда на квадратике такие разделены, и важный иероглиф вписывать в квадрат. А нюшу они вот такие ромбические. Кроме того, нюшу, в отличие от китайского языка, он никогда не проходил стандартизацию, потому что в 20 веке произошла реформа китайского языка, и китайский язык стал стандартизированным, а нюшу никогда не проходил этого процесса. И кроме того, поскольку в последнее время ученые очень сильно озаботились с сохранением данного языка и его популяризации, передачей его будущим поколениям, то в 2007 году, это очень такая, можно сказать, победа для этого языка, 400 иероглифов, они были включены в Unicode, то есть в единую систему языков, можно так сказать. Вот, и это тоже такая довольно была значимая дата. Вот, собственно, основные культурные практики, которые связывают с нюшу, это, во-первых, женские песни, нюгла, те песни, которые пели женщины данной территории, и которые пелись на праздниках, на торжествах, а также во время каких-либо занятий, то есть когда женщины собирались, занимались вышивкой, обсуждали какие-то свои вопросы, то чаще всего это не так, мы собираемся, давайте поговорим. Они могли за вышивкой петь и таким образом выражать какие-то свои переживания, свои жизненные трудности, то, какая тяжелая женская доля, это просто любимая тема. Вот, и это очень большой такой культурный феномен, можно сказать, ну, во всех культурах он есть, и во всех культурах есть вот эти женские песни на разных языках, по-моему. Даже в русском языке, если я не ошибаюсь, но я как бы не могу, я не лингвист русского языка, я не могу об этом говорить конкретно и точно. Кроме того, это письма третьего дня. И письма третьего дня, это, они по-китайски называют это Сан Джао Шу, это то письмо, которое Диабай как раз отправляли своей названной сестре на третий день свадьбы. То есть, как только она женилась, она, естественно, уезжает в дом мужа, и они отправляют ей письмо на тему того, как они будут без нее скучать, какая-то трагичная новость, что они надеются, что они когда-нибудь ее еще увидят, поскольку мы же понимаем, что это не как у нас сейчас, мы сели на автобус и мы доехали. То есть, это Китай, это уезды, это деревни, и, скорее всего, они никогда больше не увидятся, даже если они живут близко довольно, достаточно по расстоянию. А кроме того, был еще другой вид Сан Джао Шу, это те письма, которые на тот же третий день отправляли свекрови. То есть, и задача названных сестер была бы схвалить прекрасную свекровь, сказать, как она классная, как все замечательно, как они рады, что у их названной сестры будет такая хорошая новая мать. Ну, и, естественно, если свекровь не получала этого письма, то здесь попахивала большим конфликтом. И, скажем так, невестка, она бы выглядела в очень плохом свете, если бы краси-кровь данного письма не получила. И поэтому, опять же, это были такие очень важные традиции для данного периода. И вместе с этими письмами отправлялись также веера, одежда, на которой тоже было вышито нюшу, иероглифы. И, в принципе, посыл как раз этих писем было восхваление для свекрови и вот эти горести и несчастья для самой невесты. Кроме того, те элементы нюшу, которые не сохранились, это пожелания и молитвы. Поскольку пожелания и молитвы всегда сжигались, естественно, никаких образцов сохраниться не могло, потому что женщины не писали свои пожелания восхваления к богам на листочках бумаги или на каких-то кулачках одежды или еще на чем-то. После этого они сжигались в храме. То есть мы не можем получить образцы данных пожеланий, но мы знаем об этом как у культурной практики. Кроме того, в тех случаях, когда эти отношения удавалось сохранить между девочками, есть образцы писем, которыми они переписывались друг с другом, но, опять же, не очень малочисленные, потому что, во-первых, в Китае был такой прекрасный период, как культурная революция, когда все, что связывалось с традиционным Китаем, с традицией, с буржуазной культурой, уничтожалось, сжигалось, выбрасывалось, об этом было нельзя говорить. Естественно, как практика передачи языка, во время культурной революции Нишу очень пострадал, потому что, во-первых, это считалось буржуазными пережитками, во-вторых, хунвейбины, это, скажем так, такие бравые молодые салаты, которые приходили в деревню, вытаскивали все книги и все это дружно сжигали. Если мы говорим конкретно о практиках, которые связаны с языком, с культурой, с традицией, и за передачу этого языка, который стал считаться беденым языком, могли женщины легко бросить в тюрьму, наказать и испортить всю оставшуюся жизнь. Поэтому, естественно, как только начались данные репрессии, во время культурной революции язык перестал передаваться, и им владели очень ограниченное количество людей, которые во многом его забыли, и даже вот исследователи, когда они находили женщин данных уездов, они им начинали показывать образцы, и женщины начинали вспоминать язык через много-много лет. Но они не пользовались данным языком как раз по причине первой культурной революции, а вторая причина — то, что женщины, наконец-то, получили доступ к грамотности, и доступ к образованию. То есть конкретно необходимость в использовании данного языка на отпал, поскольку они получили возможность изучать стандартизированную китайскую письменность. И, как я уже говорила, в конце XX века к Нишу появился очень большой интерес. На самом деле первые такие шаги были совершены еще в середине века, но основные шаги были совершены как раз в конце века, и поэтому Нишу стали активно использоваться в популярной культуре и литературе как тематика. Наверное, самая известная я перечислила, это, во-первых, книга Лиза Си «Снежный цветок и заветный веер», по которой в 2011 году выпустили фильм «Снежный цветок и заветный веер США и Китай совместно». И это история, которая переплетается в XXI веке и в XX веке. То есть там идут, грубо говоря, две параллельные истории. Дружба девочек в XX веке и дружба двух женщин в XXI веке. На самом деле, если интересен китайский кинематограф, если интересно посмотреть на красивую картинку, то я всем советую. Возможно, это, конечно, не шедевр кинематографа, но для ознакомления с культурой и с вот этим явлением очень, мне кажется, интересно было бы. Во-вторых, в музыке несколько примеров. Это гонконгская исполнительница Лю Чяоинь выпустила песню Ньюишу в альбоме своем в 2005 году. Также довольно известный композитор Тан Дун, который оскароносный, который написал заглавие к коротчим самутигру, затающемуся дракону, герою. Вот эти все саундтреки – это его авторство. Он также написал симфонию и фильм Ньюишу. Он лично ездил по данным регионам, собирал информацию, снимал видеоматериал. И эта симфония в 2014 году была ее премьера. На самом деле, очень сложно найти конкретную запись, отдельную, не нарезанную на Ютубе, но если у вас получится, это было бы очень интересно, поскольку я просто не знаю, насколько нам позволено показывать несанкционированный материал здесь. Я не стала видеоряд включать, потому что, чтобы не было проблем никаких точно. Но еще такая интересная история, что хореограф Али Ханин, он создал такое представление танцевальное, посвященное данному языку тоже. Вот. И что еще, что еще, что еще? Вот это конкретно фотография музея Ньюишу в этом уезде. Но большая проблема этого музея, что там нет оригиналов, очень мало оригиналов. И в основном примеры, которые там представлены, это напечатанные копии, чаще всего даже иногда из интернета. И поэтому вот это очень большая проблема сохранения, передача и возобновления линий данного языка, поскольку, мне кажется, все лингвисты понимают, что есть языки мертвые, есть языки вымирающие, и как культурный феномен очень важно их поддерживать и сохранять. Поэтому, на самом деле, я пыталась кратко, быстренько очень все это сжато рассказать. И если есть вопросы, то я с удовольствием отвечу. Получается, этот язык зародился в одной провинции и потом распространялся? Нет, это конкретно язык данной провинции, это очень локальная такая история. А вот эти клятвенные сестры, да? Да, да, да. Сейчас задавались клятвы, они как-то как-то как-то... А сейчас у меня даже есть... С сынами или все равно как-то записывались? У меня сейчас даже есть небольшой фрагмент как раз из фильма на эту тему. Сейчас. Я быстренько... Нет, это сжигалось тоже. Это были клятвы такие в храме. Да, правильно же? Он откроет же? Да? Он же откроет? Сейчас. Это как раз небольшой фрагмент фильма, о котором я говорила. Вот. И там как раз показан такой процесс, как они вот обещают друг другу. Ну, собственно, вот такая вот история. Но опять же, поскольку, во-первых, язык очень долгое время не использовался, язык очень долгое время находился под вот такими репрессиями и гонениями, то вот эти все процессы, то как происходила вот эта клятва, как вообще это все выбиралось, это очень сложно все установить доподлинно, оригиналы. То есть, да, безусловно, есть исследования, ученые стараются опрашивать местных жителей, стараются опрашивать тех женщин, у которых были, разди, а байли, лаутхун, как это все называется. Но опять же, это очень тяжело сейчас, потому что многие из них уже умерли, поскольку мы говорим все уже о начале века, да, и поэтому, опять же, вот из того, что удается восстановить, люди восстанавливают. Вот. У тебя тоже вроде был вопрос. Единственный еще один язык? Нет, это единственный язык, на котором говорит один пол как раз. Почему вот сейчас вот это считают очень важным, его как раз сохранить, потому что такой очень большой синомен, что в стране, ну, грубо говоря, в провинции, да, на протяжении долгого времени группа женщин говорила и использовала один язык, и мужчины никогда не заботились тем, чтобы на нем говорить или его изучать. Да, там существуют какие-то отдельные сейчас примеры, когда мужчина, он может что-то прочитать, потому что его когда-то давно-давно-давно обучила жена. Да, но мы говорим, как в общем, это вообще исключение, прям исключение. И что несмотря на то, что сейчас исследователи, что мужчины занимаются изучением нишу, основные известные китайские исследователи, которые этим сейчас занимаются, мужчины, но когда язык активно использовался, это был язык только женский. То есть мужчины о нем не говорили, его не понимали. Называли ведьмин языком и вообще как бы относились очень пренеброжительно. Ну, конкретно из того, что я знаю, из того, что я читала в источниках, то везде конкретно указывается четко, что это такой вот единственный пример в мире. Вот, поэтому я вот говорю то, что знаю. Можно я задам такой вопрос? Во-первых, как от стандартовой китайского, если я правильно понимаю, по тунг-хуа отличается язык нишу не только на уровне шрифта, но и на уровне его звукового? Ну, звуковой, как я говорила, что он основан на местном диалекте тунг-хуа, то есть он звучит как местный диалект тунг-хуа. И, естественно, я как бы не разбираюсь с местным диалектом отдельных китайских провинций, поскольку это очень все тяжело и довольно, скажем так, запарно, потому что в каждой провинции есть свой диалект, то есть есть шанхайнист, есть в Гонконге кантонский язык, есть там, не знаю, в других регионах, опять же, другие диалекты. Они отличаются по звучанию. Да, он соотносится со стандартным языком, как диалект. Да-да-да-да-да. Понятно. А второй вопрос был такой, вот есть языки, которые стали мертвыми на какое-то время, и потом были возобновлены, вот, а, возобновлены. Возобновлены, сейчас и большую, везде, говорю по-немецки, в случае, русский, нормально, да? Да, их возобновили, например, таким языком является идиш, который возобновили на основе еврейской, еврейской, да, физически, да, и некой лексики. Вот какими методами сохраняют сейчас мюшу? Ну, во-первых, это популяризация, то есть, во-вторых, это изучение, и, в-третьих, это попытка его передачи, скажем так, новым носителям, да? Ну, почему все это сложно, да? Потому что, когда мы говорим об индише, мы все же говорим о языке конкретно отдельном, да, данного региона, и все правильно, конечно, понимаем, о чем ты, вот. А когда мы говорим о нишу, мы все же говорим о том, что это было, скажем так, таким, это не диалект, это отдельный язык все же считается, да? Но в то же время, в том, чтобы его восстановить, очень большая проблема, что нет необходимости, да? То есть, по идее, есть у нас стандартный китайский язык, который используют китайцы, да? Есть у нас традиционный китайский язык, который используется на Тайване, в Гонконге вместе с кантонским, да, допустим. И поэтому как бы нет такого огромного интереса к его изучению сейчас, да? Нет, иногда даже информация о нем у китайцев, и у даже носителей данных, у жителей данной провинции, да? И поэтому... Можно сказать, что он утерян был как часть такого польфорного? Ну, он был утерян, во-первых, из-за культурной революции, которая все, что было связано с традициями, уничтожало просто очень сильно. А во-вторых, потому что как только пропадает необходимость использования языка, то пропадает и сам язык, да? И как только женщины, они в какой-то момент получили доступ к стандартному китайскому языку, и они шу стали называть ведьминской письменностью, и у них перестала, вот это прекратилось, прорывалась линия передачи языка, то, естественно, сам язык был утерян. И поэтому вообще восстановление, это, во-первых, на мой взгляд, будет возможно только благодаря ученым, активистам и каким-то людям, которым мы заинтересованы в его изучении, в его дальнейшей передаче. Еще один вопрос. В европейских языках есть такое явление, как ООО, оно возникает тогда, когда в одной социальной группе нужно оградить себя от всех остальных социальных групп, например, тот же самый, вышеупомянный, ты видишь в нее такую пункцию, носил ли на себе такую пункцию? Нет. Ну, во-первых, как бы мы говорили о том, женщины не могли писать иероглифы, они их не знали, и это сложнее в изучении, поскольку это идеографическая письменность, а не шоу-слоговая письменность. То есть не шоу, слышу-пишу, то есть пишу вот те слоги, которые я слышу, так как я знаю, так меня научили. А в китайском языке, я знаю, достаточно большой пул иероглифов, чтобы быть способным говорить на языке, способным писать на языке, способным читать. Он не упрощенный язык, это другая система языка, то есть мы говорим о слоговой письменности и мы говорим об идеографической письменности. То есть он ближе к пенининам? Пенинин – это произношение, это вообще не язык. Ну, ладно, допустим, но им пишут. Пениним не пишут. Я не знаю. Это неправильная терминология, но в графике в латинскими буквами можно записать, грубо говоря, произношение китайского языка. Это ближе к этому явлению? Да, это как конкретно записанные слоги. То есть женщины, они вот видят то, что написано, читают как слоги. Не как иероглифы, у которых есть смысл отдельный, как китайский, да? Они читают это как слоги. То есть, не знаю, А, Б, В, Г, Д. Да, да, да. Ну вот, вот примерно. Это ближе к европейским языкам? Да, да, ну, примерно как японский. И его там хироган и катакана. То есть примерно то же самое. Слушай, очень интересно. Ну, это такое просто явление, которое, мне кажется, интересно знать и интересно изучать. И даже с точки зрения, как бы, мне, как феминистке, поскольку это довольно увлекательно, что женщины вместо того, чтобы, не знаю, сложить лапки и сказать, что все, мы не имеем доступ к грамотным, будем неграмотными. А они просто взяли и заберли свой язык и стали на нем общаться. А лексика там была другая? Да, ну, как бы, там была немного другая тематика, поскольку, во-первых, это было посвящено проблемам, женским травмам. То есть мы говорим, опять же, о том, что это время существования бинтования ног в Китае, а бинтование ног – это просто отдельная история полная. Что с фотографией там было? Нет, бинтование ног… Там были женщины, да, маленькие, да, лотосовые ножки. Вот это бинтование ног. На самом деле, про бинтование ног это просто нужно отдельно рассказывать о том, как происходил этот процесс. И это вообще очень травматичный процесс. Грубо говоря, ломались пальцы, стопы, и женщины не могли нормально передвигаться. То есть, опять же, почему женщины не могли так активно друг с другом коммуницировать? Потому что они не могли передвигаться. Потому что у них были сломанные ноги, и они их, некоторых особо богатых, просто переносили. Потому что они не могли ходить. Это была невыносимая боль. Естественно, там пройти несколько километров до твоей подружки – об этом даже речи не шло. Поэтому женщины пытались выходить из ситуации, как могли. Жене было тяжело. Это считалось красивым? Да. Во-первых, мы говорим, что мужчины никогда не видели незабинтованных женских ног после бинтования. Они видели ноги только облаченные вот в эти лотосовые прекрасные туфельки. И они считали, что это очень сексуально, красиво, эротично. И если у тебя не была маленькая нога, ты не могла удачно выйти замуж. Они их снимали сами, но без мужей. Это же кошмар. Если бы мужья увидели, что там на самом деле происходит, то им стало очень плохо, я думаю. сам не хотите, я могу показать, как бы, да, не проблема. Ну, как бы, контент, скажем так, вот, не надо. Нет? Это не то, что люди хотят. Нет, не хотите? Мне не разделились. Ну, давайте, как бы, подождите. Ну, тут попросили бинтование. Но, видите, особо нет. Это не просто... Ну, как бы... Ну, как бы, да, без бинтов это выглядело примерно вот так вот. В лучшем случае. Да, красиво очень. Всё, да? Достаточно. А как бы без бинтов, естественно, это выглядело красиво, ну, вот, как бы. Красиво. Но для китайских мужчин это считалось красивым. Это называлось лотосовой ножкой. Вот. Да, и чем меньше была вот эта лотосовая ножка, тем, во-первых, это могли себя, опять же, позволить только богатые женщины, потому что влекло к тому, что они не могли ходить. Потому что, как бы, с такими ногами ходить вряд ли возможно, да? Ну, вот. И, как бы, бедные женщины, они не могли себе взбинтовать ноги и потом не могли удачно выйти замуж. Вот эти вот фотографии, они говорят, что это будет в наше время сделано. Это еще продолжается? Ну, это не продолжается в наше время, но остается много женщин, которым взбинтовали ноги еще в 20 веке, в середине века. Потому что, несмотря на запреты, которые ввело китайское правительство, многие женщины, они все равно были верны традициям, они считали, что если они ноги себе не забинтуют, то они замуж не выйдут. И поскольку любые вот эти варварские традиции, на мой взгляд, при всем моем уважении китайской истории, они очень, скажем так, медленно уходят из общества. И поэтому очень многие пожилые женщины сейчас в Китае, которые им еще забинтовывали ноги, они вот с такими вот ногами, как раз. То есть культурная революция все-таки неоднозначная? Нет, ну, культурная революция молодец, она убрала бинтование ног. Спасибо ей. Не обратно, это выражение. Ну, у бедных женщин, китайцы, у них было гораздо больше, как бы, ну, как бы, их было гораздо больше все равно, но даже они пытались как-то все равно бинтовать ноги, чтобы удачно выйти замуж. Опять же, если у бедной девушки будут очень маленькие лотосовые ножки, то она может выйти замуж, с богатой у мужчины больше не быть бедной девочкой. Ну, тема общинная, давайте вопросам по теме или будем стараться. Вот, поэтому... Промешу. Есть еще Промешу? Когда мне Лана написала, я могу рассказать про этот самый язык, я сначала прочитал Промешу, воспринял это немного неправильно, я сначала либо как про певицу, либо как про смешарика, в общем. Давайте... Нет, ну... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ